Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы видите, на заднем плане у дома уже готова крыша. Да, крышу мы будем дальше заказывать. Она будет из металлочерепицы. По-моему, это самый лучший сейчас вариант, то, что можно сделать в этом доме. Прям уже такой дом приобрел какой-то внешний вид. Там уже видны окна. Сейчас вам поближе все покажу. Изначально по проекту было одно окно на втором этаже. Я решила сделать по два, чтобы побольше света было. Но сейчас вам, собственно, все вблизи покажу. Так, вот вы видите второй этаж. Высота его будет 2,2 метра, по-моему, или 2,4 метра. Уточню, не помню уже. Но он мансардный этаж под скосами. Здесь пока нет разделения по комнатам. Здесь, собственно, будет коридор от лестницы. И две комнаты. Вот дальняя комната будет помощь. А вот эта комната будет спальня моя. Вот так все это выглядит. После того, как сделают крышу, дом будет обшиваться. И потом вставляются окна, двери и просушиваются несколько дней. Так, сейчас у нас дом отшивается ветра защитой. И, собственно, делается уже наружная облицовка, так сказать. Кому интересно, посмотрите фирму. Надеюсь, она у вас сомнений и вопросов не вызовет. Вот и начинается, собственно, наружная отделка. А потом, когда уже закончится наружная отделка, будет ставиться на талочи, потому что, собственно, на крышу. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Тут уже без изменений. Верхнее отделение комнаты еще нет. И вот эти комнаты у нас уже есть, как я говорила. Сейчас они закрываются как раз. То есть, буквально еще пару-тройку дней, и дом будет обшит снаружи. Будет вот такой уже полузаконченный, так сказать, вид. Вот. И будет покрываться его, опять же, обрабатываться, сначала материал защиты. А краской уже потом я решила обработать, выбрать, какой цвет. Посоветуйте, какой цвет вы видите краской. Как бы вы представляете, в каком цвете должен быть этот дом. Хотя, наверное, вам будет лучше и проще представить, когда уже будет весь обшит. Будем с вами советоваться. Внутри я буду делать просто протюбкой белой, чтобы не было желтизны. Интересно, у нас тут прямо сейчас хорожит крыша, и класс. И вообще класс. Ну, собственно, вот после того, как весь дом снаружи обошлется, окна, двери и сушка. И в это время как раз будет делаться канализация, вода. Чтобы потом несколько раз полы не дырявить, и сразу под них входы сделать. Вот. И большое окно. Да, все-таки я выбрала большое окно. А, кстати, вот все говорили, что неправильно сделано окно, вверх и так далее. Все здесь сделано правильно, потому что вы, ну, наверное, не совсем видите. И, собственно, логично, что вы этого не видите. Здесь наверху сделана даже не одинарная обвязка, а крайная обвязка, так как мы поднимали высоту потолков из-за того, что решили делать полы с водным прогревом. И когда делается уже тройная обвязка, то, собственно, другие усиления окна не нужны. Нагрузки на окна никакой не будут. Ни от снега, ни от крыши, ни от чего. Так что вот так вот. Ну, до скорых встреч. Подписывайтесь на ДУС.